Подманутая телемага Межихарка-Витебска добилась у сбуджения криминальной справы. Она у сбуджена прокуратурой города Витебска, у относенных неустановленной особы по факте махлярства в особливо буйных померах. Мы рассказывали историю висеблянки Людмилы Ермановой, которая за допомогу экстрасенсу перелечила российским телемагам коля 120 тысяч долларов. Частку этих грошей она позычала у знакомых. У замен ее из початка обещали позбавление от всех жизневых проблем, а затем и в уголе пошли погрожать. Зараз Жаншина прошла двухмесячный курс лечения психиатру и застирога инших людей от залишней доверливости, а и лжемагами теперь займутся следшие. В последнее время участились случаи поступления в правоохранительные органы города Витебска обращений граждан по фактам, завладения их денежными средствами, неопределенными лицами под предлогом оказания парапсихологической и экстрасенсорной помощи. Денежные средства переводились заявителям, как правило, посредством электронных переводов на счета лиц, проживающих за пределами Республики Беларусь. В данном случае, поскольку местом фактического завладения денежными средствами являлась территория иностранного государства, в соответствии с требованиями уголовного законодательства Республики Беларусь уголовные дела не возбуждались. В данном конкретном случае в ходе проверки установлено, что неправомерные действия совершались как на территории РФ, так и на территории Республики Беларусь. За пошли некольких годов от деяния псевдомага, которые вершаются на кабельных российских телеканалах, только на Витебске не потерпели больше за 10 человек. Маглярская схема во всех выпадках была однольковой. Узамен на допомогу экстрасенсу у людей потребовали немалые гроши. Виртуальные парапсихологичные сеансы у вынеку привозили доверливых телеглядашоу у кабинет психиатру.